Порой, чтобы достучаться до власти, приходится обращаться к чиновникам высокого уровня. Бюрократическая возня, завал обращений и многое другое. Все это нередко приводит к тому, что диалог между жителями и местными властями буксует. Понимая ситуацию, глава Денцовского района Андрей Иванов предпочитает разбираться со многими вопросами лично. Так непростая ситуация сложилась в семье священника Александра. Отец пятерых детей столкнулся с жилищной проблемой. Церковные структуры не могут предоставить никакое жилье. И председатель Зальского совета митрополит Климент в то время, еще пять лет назад, обратился за помощью с просьбой предоставить какое-то жилье для нашей семьи. Тогда власти помогли. Александру предоставили муниципальное жилье на пять лет. Осенью этот срок подходит к концу. Разобравшись в проблеме, глава района пообещал помочь. Планируется, что договор аренды продлят еще на пять лет, а по возможности решат и вопрос собственным жильем. Жилищные вопросы вообще часто всплывают среди жителей района. Наталья Сергеевна – ветеран Великой Отечественной. Уже давно она пытается добиться земельного участка. С 96-го года. Вот 20 лет прошло. Хожу, хожу. И уже в старость. И не могу добиться, чтобы мне дали участок. Районные власти уже закрыли ветеранскую очередь на получение квартир. Наталья Сергеевна в нее не встала. Однако Андрей Иванов заверил, что ситуация решаема. Вы также заинтересованы, как и все остальные, получить земельный участок, уже обустроенная территория, где есть дороги, коммуникации. А это у нас СНТ, ДНТ. И мы до среды тогда вам дадим примерный график по срокам, где вы сможете оказаться в ближайшее время. Записаться на личный прием к Андрею Иванову можно по телефону 8 495 599 15 18 или в здании администрации Одинцовского района. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.